дамы и господа доброй ночи всем добро пожаловать на наши ночные приключения дело в том что у нас есть традиция определенная и не вижу смысла ей особо сильно изменять каркаде верный товарищ поэтому рад вас всех приветствовать на запуске катаклизм classic официальном не не вот эти при патчи и не вот это вот все что мы в принципе пропустили но непосредственно на само открытие этого контента мы с вами посмотрим сегодня так все все на экране есть все хорошо болтов warcraft если вы не узнали это он мы находимся на сервере пламя гор естественно потому что где еще смотреть на открытие сервера кроме как не здесь и ну как открытие сервер перезапуск скорее сервера потому что не знаю как это пройдет но вот уже в чатике в игровом поговаривают о том что будет перезапуск и так далее тому подобное бросает от пламя гор галли мы и давай к нам на его репетную пламя горта в его зоне да не я не знаю буду ли я играть в катаклизм classic прям полноценно посмотрим какие эмоции он пробудит если он кого-то вообще пробудит потому что уже ну как всегда 0049 вот час ночи стартует аддон насколько успешно стартанет это мы тоже с вами узнаем сегодня и выиграть в вов да да он и билд хороший берешь короче ледная стрела ледная стрела ледная стрела ты всех нагнул я не знаю какой еще нужен аддон и что еще нужно просто гайды почитать гайдам уже миллион лет где бы ты не играл на frost маги на актуале на классике на сезону в discovery где угодно вообще в принципе проблем не составит значит познакомьтесь это мой новый персонаж специально для этого момента подготовленный благодаря жетону на level up не знаю откуда он у меня взялся это все еще тайна которую предстоит распутать но тем не менее этот жетон у меня имелся почему-то хотя и вроде как не покупал эту модный делюкс версию тем не менее зацените хотя бы обычную версию я купил ну как там не нужно покупать катаклизм чтобы играть в катаклизм это чисто так просто просто для того чтобы всякие маунты всякая ерунда естественно меня уже приглашают в гильдию скуф услуги так вот да по поводу так что серёга 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 гц гц первый на сервере прославленный мастер археологии уже появился какой-то прославленный мастер археологии ой археология помните и удалили классная была профессия на самом деле прикольная реально так добрый вечер ночь баба галя но только баба галя если что короче играть буду ли я серьезно не знаю пока что потому что все зависит от того насколько действительно затянет например личкинг я в итоге скипнул практически полностью а делать волк наконец катаклизм выходит до всех поздравляю а ты слышал что разрабы решили сделать то что чем будет дракон летать по озеру тут у в чате периодически доносит где он сейчас где он сейчас пролетает и собственно что там происходит где-то и прочее ох ё-моё но это в двух словах не опишешь тем более там постоянно все меняется те аддоны которые были актуальны до уже возможно не актуальны сейчас так здесь уже все толпятся потому что ну у нас как всегда все не по планам и так уже появился квест 0052 и услышь меня аркадия наш мир на грани жуткой катастрофы вызываю к тебе окажи нам помощи акрогар найди меня сейчас найдем среди всего этого хаоса так вот да не знаю буду ли я играть и на каком сервер потому что на пламя горе ну как бы сложно играть и стримить параллельно потому что очень много людей и очень высока вероятность что не получится спокойно это делать поэтому кто знает может мы куда-то переберемся он перебираться с другой стране куда у нас есть только пламя горы хроме кроме мертв пламя гор пламя гор вот на европу если идти там английский язык что тоже не очень в общем непонятно тем не менее тем не менее старт оригинального катаклизма я застал и это был первый старт дополнения на котором я лично присутствовал в свое время вот тоже он был ночной насколько я помню посреди недели супер было неудобно но супер классно было и очень эксайтово вот не знаю получится ли у нас сейчас повторить эти ощущения но тем не менее мы идем вайшир конечно же потому что но это самая знаменательная локация катаклизма который естественно после того как один раз ты посещаешь ты уже в принципе не хочешь это идешь в чертов киржал потому что мы быстрее и удобней но другой такой локации вове так и не сделали и ну она действительно разное сообщение до меня эти с решимостью да все так вот но она действительно интересный запоминающийся потому что первый и последний на тот момент подводная локация world of warcraft короче персонажа апнул токеном поэтому скорее всего он очень плохо одет да все очень плохо сделал приста потому что в принципе шаманный друид у меня уже есть и паладин пускай не докачанный но так в пяти минутах от но эти пять минут понят дела не пять минут поэтому прямо к стриму сегодняшнему я бы не успел и хапкнуть пришлось сделать нового перса который full в зеленке в какой-то ерунде тем не менее старт у нас опять прошел без перезапусков и не по таймеру как обычно а вот в 0 0 52 получается появился квест так тра тта тата око бури ага вот оно значит сейчас нам будут показывать всякие штуки которые имеют непосредственно отношение к сюжету истории катаклизма и блин а сейчас надо вспомнить что вообще нужно по-моему какой-то тут типа аля шар или еще что-то это объект общего мира в чате дашь на вот-вот-вот да все так а для меня первым стала пандария ну вот а для меня первым аддоном новым азерота да мир терзает агония которую питает грозная невыразимая сила когда рушатся материки нужно забыть о границах разъединяющих народы никому не выжить в одиночку следуй за мной отбрось предрассудки мы вместе залечим раны азерота и его народом следуй за мной отброс так нам сказал вождь бывший первый ребрендинг трала кстати произошел в катаклизме вот взглянули на его новую модельку так теперь тебе открылась истина а можно квестом квест сдать как обычно целое дело хотя я вроде сдал просто он до сих пор на экране висит и не помню к чему это все добро ну просто так видимо какой-то небольшой стартовый кусочек зато икспы хапнули так ну что тогда отправляемся уже в хеджал теперь ночной орк или ночная бабочка ну я бы не сказал что я такой ночную просто я не понял да мы по имени воды предвидения из ролика про пиратку ой да точно вы напомнили уж забыл что когда играл ради ролика на каком-то пиратском сервере то там вот эти воды предвидения надо было прожать собственно тарелку да вот как мы сейчас увидели а сколько там скрипты не работали там решили сделать сделать без а по имени ввода предвидения его надо было убить для того чтобы этот квест работал сколько экспы на 1 уровень ну ребят если вам эта информация очень важно 1 миллион шесть восемь шесть тысяч триста экспы нам только что дали 24 тысячи за квест но насколько я помню по ощущениям прокачка с 80 по 85 не такая уж прямо продолжительная она побыстрее мне кажется чем 70 по 80 но и нельзя сказать что прям проносится просто на одном дыхании все равно какое-то время потратить здесь придется тем не менее вы можете сделать с удовольствием если пойдете в хиджал а можете сквозь боль но с интересом если пойдете вайшир по крайней мере прикольно что есть этот выбор спасибо за ночной стрим базе большое юно так но мы естественно будем сидеть прямо до утра мы так чисто надкусить посмотреть трата тата тата возле побережья восточных королев с новый остров там тяжелая битва за эту землю ну короче надо поместиться с альянсом и насколько я помню это очень веселая цепочка том плане что мы плывем на корабле а потом как будто бы что-то идет не по плану но сначала надо этого корабля дождаться так что мы вайширский отправляемся сюда не знаю сколько вайшир популярен среди пламя горы тоже пламя гор это ребята такие метава метава задроцки они всегда выбирают на и оптимальнейший путь как мы это уже выяснили по обычной классике и всем ее итерациям вот а вайшир не самая лучшая локация нравится больше сутулы или прямым неплохо идти и те получились они в принципе даже прямые выглядят достаточно органично так все мы должны дождаться корабля и отправиться на какой-то вот остров так поскольку этот персонаж с токена но мы заодно посмотрим насколько он конкурентоспособен буквально ничего нет налички где даже звание ни одного о боже мой как же сложно приходить из актуала где у тебя есть все где ты хочешь иметь все и не ждет как повезет и пожалуйста уже продают она и в к качеству старом аддоне порк то есть суть запуска увидеть ролик выполнить цепочку квестов толпой удачного стрима нет суть запуска это просто ну вот когда все собираются на сервере в одной точке и ждут развития событий это просто такой объединяющий игроков ивент который естественно играть на старте это всегда мрак и боль потому что слишком много игроков слишком тяжело делать квесты слишком думаешь корабль будет мне удобно все как обычно я думаю но слушайте там сложно это обыграть через портал там все-таки происходят определенные события пока мы плывем и это есть скриптовый достаточно прикольный плюс там еще подводка к этому вайширу определенная но пока корабль не идет как обычно его нет так вот а катаклизм был первым аддоном старта которого я застал и от сличкинга играю вот но естественно пришел я не в burning crusade поэтому старт лишь кинга не видел а вот старт катаклизма уже был и на самом деле этот старт конечно был очень проблемным свое время и помимо того что надо было продраться через вот эти стартовые все несуразицы еще также очень многие вещи как-то глючили не работали я помню был какой-то квест который вообще неправильно перевели и локализовали на русский и из-за этого из-за этого его непонятно вообще как надо было делать тушь по описанию надо было сделать одно а по факту совсем другой опа а вот и корабль так в час 0 3 он прибыл иными словами запуск это по ощущениям как новый тип того да ну новый год чё просто календарь обнулился вот но все отмечают все радуются все прикольно вот так же и запуска запуска обновлений пускай теперь это так менее менее масштабно уже поскольку у нас буквально на той неделе был старт ремикс пандарий а сейчас бах уже вот катаклизм классик но с другой стороны катаклизмы вроде как видели так что это такое повторное приключение но все равно прикольно освежить памяти и то чтобы именно вот это все поменялось там цепочки вайшир и т.д. это можно и на актуале пройти спокойно но вот просто посмотреть на это максимально похожих условиях вот вопрос действительно ли забагает этот корабль или нет потому что очень часто на стартах это происходило я на личке нге дропнул вов фига ну можешь сказать на пике но пик был на катаклизм скажем за него спасибо акадин респект за верность традиции со старым новым аддонам со старым новым аддонам спасибо чего кусака так пока все хорошо и мы даже прогрузились лол вопросом произойдут ли события последующие с одной стороны хочется сполерить с другой стороны вот одинокие обладатель ази нотки тут ходят вопрос он ее у нее за трансмагрифил на классики тоже можно трансмагрифить ази нотки получается или я вообще не того осмотра а нет нет он ее не за трансмагрифил он экипировал именно да мы доплывем до этого острова все будет хорошо обязательно принесет хорошо сражался а за альянс еще не сказал не хотел чтобы вырвали из контекста потом типа это торг кричит за альянс мы завоюем штормград и у людей не останется ни малейшей надежды знали бы они что нам придется ждать до бфа чтобы побывать штормграде потому что там как раз при патче мы туда отправлялись вступить в гильдию спасибо большое кстати что забавно гильдейские перки вытащили просто так вот в пассивке то есть в катаклизме же что было из нового помимо то что до хрена всего нового ввели вот эту странную систему гильдий и наличие у тебя гильдии стало необходимо потому что давало очень много перков за присутствие в гильдии там и массовое воскрешение и всякие прибавки к опыту так вот пока все идет точно по сценарию внезапно мы наткнулись на кого-то кракена и все в целом пока окей ничего не заглючила ну вот я так понимаю в этот раз близ и решили пожалеть одиночек и решили что всякие катаклизмы вот эти штуки на 2 макдона вынести иди в танцующие акулы зеленый эти большое так ну эй а баги мне кажется она и актуальное время не так гладко все прошло убирайся в бездну тварь чертовы ноги только сегодня мы в хардстоуне собирали ног вот пожалуйста мне кажется что что-то я помню что нас просто воду выкинула когда запуск был оригинальный и просто там что-то все плавали суетили ну все мы на дне поздравляем так есть об заклад не такое сражение ожидала увидеть ничего страшного сейчас еще надо понять как нашел упрести играть в катаклизме тата тата здешних водах рыщут ноги все это прошло и мы еще не умеем дышать под водой вот нам нужно добыть морские звезды и раковину как вы понимаете сделать подводную локацию это определенная проблема поскольку игроки господи боже сколько людей поскольку еще играл в актуале ну в смысле вот при актуальном запуске катаклизма на сначала нужно выбраться на этом на вечной песне а это не самый популярный сервер из такого столпотворения я наверное не видел так что у нас там мы умеем значит нам нужно во первых почему у меня выключился авто лут меня кстати выкинуло из игры когда я вот зашел незадолго до старта все настроил там персонажи сделал тра-та-та интерфейс обновил и меня выбросил после этого я подумал что все-таки видимо старт не пройдет гладко но пока проходит супер супер гладко короче да в чем проблема нам же нужно подводная локацию как-то вот оформить мы не умеем дышать под водой соответственно сейчас будет на эту тему вот определенная подводочка от игры вот по итогам этого квеста мы внезапно научимся дышать под водой на только в айшире естественно и плавать быстрее научимся а дальше по цепочке нас ждет еще и морской конек который нам заменит маунта потому что все наши маунты тут не актуальны и причем еще был специальный рарный чел рарный конек который тут плавает этой локации очень тяжело найти плюс он его нереально почти убить соло в окно в смысле вот в реалиях катаклизма потом возможно на изи короче него падает перманентный этот конек которого можно использовать везде так мы вроде как все сделали поэтому надо задаваться черепаха актуаль ну ладно да это правда черепаха действительно здесь работает у меня конечно черепахи нет лишнее ничего нет на классических серваках души в личке не играл а всякие ачивки и прочее они как год с личкинга смотрю тебя со времен катаклизма уже успел закончить школу сходить в армию не первый год работы а тут снова катаю в тот видос за который ты получил полгода подписки и да-да был дел был делом но но да он был по моему катаклизма да да он был точно катаклизмовский теперь ты можешь свободно перемещаться тра-та-та-та-та все и теперь спасаем спасаем мобов ой ну да не писи всевозможных спасаем спрашивают вот здесь в игре сильные ли мобы потому что да мы играем в катаклизм последней инстанции вот на балансе последнего патча потому что катаклизм вот чем его старт примечателен и что к сожалению вряд ли близзы хотели повторить а на мой взгляд было бы прикольно повторить так это то что старт каты был безумно хардкорным вот в плане того что и мобы как-то очень сильно тебя били и в данжах было нереально тяжко и вообще в целом это было такое прям ну это испытание безумие в свое время из-за того что вот не знаю то ли концепция такая была то ли то ли еще что может не тестировали ну короче идея была в том что катаклизм должен быть какой-то безумно хардкорный он таким и был но это все теперь видимо не актуальные мобы он щелкаются на раз-два пока что посмотрим как она будет дальше да не прикольно было бы только для энтузиастов многие будут ныть и дроп тигру да но это даст тот самый опыт вопрос кстати увидите даже в данже можно катаклизма спокойно встать в lfg а в оригинальном катаклизме для этого нужно было сплавать непосредственно сам данж и открыть его вот данж вайшир находится аж в третьей локации вайшир вайшир поделена три зоны и надо было именно в третью локацию собственно ручно приплыть и открыть вход в данж или по-моему сделать цепочку открытия данжа да наверное цепочка да 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 цепочку и цепочка естественно там чуть ли не в конце сюжета и в общем многих не было доступа к этому данжу потому что там пошли в хиджал и т.д. это все соответственно не создавал определенной трудности что тут уже какие-то трупы ночных эльфов насколько я помню у альянса и орды так блин надо вспомнить дети воина вообще спасено тонущих воинов как их блин распознать вообще вот наверное вот это блин нет это тушку это альянса из помершей точно насколько я помню здесь разделены эти квесты не не шибко далеко друг от друга альянса орда но и не вплотную еще не знаю чего они сюда заплыли читая сколько тут ордынцев сейчас вот не самая безопасная локация я вижу их в пузыре вот этих мобов которых надо спасать но я не вижу их без пузыря потому что нет нужны те которые без пузырей но это надо конечно сейчас наловчиться после актуала где все подсвечивается здесь конечно нужно глазками выцеплять подземелье супер лоха мне 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 все в принципе нравилось было до хордкор ненько но мне лично от этого было веселей потому что я на хиле играл и как раз так вот блин да и это игрок е-мое же не вижу мне кажется нужно как всегда просто в какую-то точку воткнуться он это альянсовец плывет уже без половины хп какую-то точку воткнуться и ждать респауна наверно а подземья не подземелье подземья блин нет вот кстати подземья мне меньше всех нравится в катаклизме если честно всегда хотелось его скипнуть вот поскорее сижу дома чего ты не запускаешь стрим то уведомлений нет в телеге а ты тут сидишь уже давно я же анонс написал когда мы примерно ну и в овер и так знать даже даже таймер в battle нэте был то есть вот на ремикс пандаре еще таймер в хейде надо было искать так ладно давайте восстановим ход событий если он плывет отсюда значит где-то здесь он появляется и вот тут неспроста наверно все стоят вот у этого кстати лаясь mount а черепаха так сейчас будет типичное перекликивание кто первый успеет тонущего воина вообще по-хорошему бы наверное пробовать может быть забиндить что-нибудь я тут опять подрубил рст и так спи просто так вот чтобы ну я и и так все эти крысы уже видел неоднократно так таргетинг макро тара тата тата где-то это можно было сделать но по-моему что-то типа в настройках назначения клавиш вот здесь в статкс пи актив айтам таргет и ними таргет скорее всего вот это нам нужно взаимодействовать с целью на эйч так ну шо существуют эти эти таинственные невидимые тонущие которых нужно спасать спасение утопающих дело рук волтофар крафтеров а в пати не засчитывает всем без понятия наверное засчитывает мне кажется такой кого должно засчитывать но не угадаешь о так вижу хотя бы одного но уже не успел среагировать так сейчас ладно я понял что мне нужно за биндить так актив а этом баттон пускай кстати вот вот лучше пускай айтам у нас будет чем цель жизнь его запузырили конечно так вот приглашает в группу вот здесь мы проведем ближайшее время так все у нас есть группа теперь в этот квест побыстрее я думаю будет сделан мне подземье было норм прикольного твой шир и позже сюжет как решали возле огненных просторов душила при том что сам рейд огненный простор классный рейда мне тоже очень нравился причем там было очень много в этом рейде боешек дорогущих господи так победа в пвп произошла очень много было боуешек и можно было их фармить и потом продавать на аукционе были специальные рейды нацелены именно на фарм трэша но некоторые классы при при определенной доли скилла могли в пвп это делать ой фу блин в пп господи в соло фармить этот трэш например охотники рыцарь смерть ну короче все у кого есть замедление и ауешка какая-нибудь так а как они так быстро успели чела в таргет выбрать я по нему прокликал но ничего не получилось просто я не уверен что на подобные объекты можно какой-то макрос на дрочить или еще что-нибудь я закрывал контент кота на актуале чтобы познакомиться огненный простор показались душными потому что зависело от удачи появление нужных рарников а и локалок локалок огненные просторы так на 2 пузырь вроде успел вот этот геймплей так весело добро пожаловать на старт дополнение табом вроде нет табом можно по вражеским целям те которые ну которых дома жить можно в общем и только они берутся в топ а это какие-то неписи дайте пати на тонущих и варчи нравится спасибо мне конечно очень нравится через цифр shift tab можно союзников выбирать ну может в группе только разве что скорости плавание бы уже нам накинули 60 процентов но для того чтобы по полной кайфовать его и шире нужно сделать конька но конек сильно позже дается но в этом плане хайвер спасибо большое за рейд ничего себе вы что спать привет зеленый привет так вот хиджал мне кажется в этом плане конечно у нас какой-то шп дамажит своими призраками хиджал в этом плане намного проще в прокачке там нету никакого вот этого никакой душки с тем что необходимо сперва сделать какие-то подготовительные квесты там чтобы летать локации т.д. там сразу как бы это можно делать так все отлично забаблили товарищи вайшир до локоны любителя но я тот самый любитель хотя бы раз в сто лет можно и по проходить порчи пишутся макросы нацелены приста не знаю как на у меня на елеме написаны нужны какая разница на каком классе таргет но макрос на таргет здесь еще раз говорю это не совсем таргет тот который игрой два счета можно конечно сделать таргет на тонущий воин да и просто его долбить но вроде как у нас получается отжимать эту территорию поэтому пока не буду этим заниматься привет братан вот тебе рейд надеюсь достаточно много людей чтобы тебя порадовать все давай хорошего вечера увидимся вов как-нибудь кэш кайвер заходи в любой момент ты же наверняка на том же сервере наверное здесь мы и сможем фига вот это так ну так челая явно уже перебарщивает о подожди а так раз то так спином сам сделал таргет лол прикольно таргет экзак дронинг warrior ну он делает эти макросы так понимаю как этот аддон работает он сам начинает этот макрос за кадром прожимать чтобы узнать есть ли цели рядом и так далее и таким образом сообщает игроку что ты в зоне действия и хайвер я макрос написал о боже чел написал макрос жалко он не знает что я тоже написал макрос вертель а что случилось записями лучших моментов за две тысячи восемнадцать и две тысячи девятнадцать все-таки какие-то подплывают альянсовский а там как крутая песня с сенсом твоя и козе где еще на есть и как удивительно дамажит учет у меня так вот по поводу записи там просто из-за то что альтер использовал всякие фрагментики которые ютубом по авторским правам начинают блочиться иногда прилетает какой-то новый копирайт клейм который может видос вообще вывести из списка доступных и его нельзя будет смотреть поэтому в этом проблема поэтому лучше всегда музыку или еще что-то вот как-то даже что ты пошел ты нахер кой тут рыцарь смерти вот вот почему я говорил как раз что нары стой на этом на пламя горе проблемно всегда играть так о боже мой господи боже гребень кстати дабы было такое к чему вы это вспомнили так я в итоге потерял из-за этого прекрасного товарища потерял свою точку дзен где этот спаунится воин хайвер играл в undertail только не говорите что на геноциде прошел х санса скинуть ссылку на в кавер не могу найти не в обиду орку сквэш конечно смотри слэш бан сквэш вот ссылка для модераторов по тепли сдайте пожалуйста боже у нас группа разваливается потому что потому что все делаю все сделали квест черт бы их подрал теперь вы теперь в этой пати нет смысла нет он на нейтральную концовку делает надо это не бояться надо делать сразу геноцид ран если захочешь узнать вкус жизни в андертейля нужно играть по-крупному да откуньте обновление что вытащить тогда растут постоянно говорит дамаг прилетает нашего безумного фаната он едва битва с папирусом прошел смысл там же и таргет не сработал кста ну смысле мама красно таргет странно ну или просто так быстро забаблили что я даже не увидел короче в геноцид ранее могу прочитать это заклинание сложности начинаются на андайн не достаю сливок а до этого в принципе все чело там по сути две точки андайн и санс вот где можно засесть а так ведь я вижу рис тут так у тебя макрос на английском пози вжим скирк жесть макрос на английском только вова все равно он и на английском будет работать здесь ищется объект в горе сразу по по всем языкам это заклинание еще не готова что-то там подпёрдываешь сидишь на своем альянсе а ну выходи в бой мои псы тебя порвут я каш нет я в зеленке вообще по идее скорее всего так не надо языки приплетать ну пойди ну мы ну короче там по какой-нибудь возможно внутренней игровой логике он команду из таргета на имя переводит в айди и так наверное ищет но суть в том что английские наименования тоже работают и что давно не было этого потонувшего я очень хочу его спасти тогда хайвер убил козла мамочку был папайруса до последнего лишь конце пасти почадил не достаю слишком длин респект таким людям как папирус который пощадили хайвера спасаем утонувшего до утра ну так это и выглядит обычно успей да пошел ты в жопу пошел ты в жопу в жопу и в школу в свою иди в понючу отстанет меня чертов альянс виц на рыцаре смерти ну что там что там стануешь что-то снуешь сопляжуй господи ты что уже своего брата друида позвал ну и что и что и позвал и на ней еще не готова раз мы от них избавимся блин и опять потонувшего в итоге пропустил искренне более выгодная точка где прекрасные герои альянса отважные не рискнут заплывать потому что отхватить люлей вот где-то видимо вот здесь хорошо можно порыбачить нет ты пошел в жопу ты чего так много ругаться начало как мне детям показывают свои стримы так вот убери своих детей от альянса так ладно а еще одна группа еще один шанс нельзя применить этой цели у нас пока нет цели помню запуск пандаре вот где был ужас сраный вертолет но запуск ремикс пандаре тоже не не сказать что на этих квестах был супер гладким там была проблема в том что сидишь в пушке пытаешься стрелять по вот вот она наконец-то и даже очередь одного человека поймали короче с пушки когда стреляешь пандари там параллельно стреляют еще куча игроков а моба как бы одни на всех так использование брелока blizzard аутентификатор и его электронной версии battle.net mobile аутентификатор поможет защитить учетную запись world of warcraft от кражи и скорее всего дает силу земли так мне не нравится это долгая загрузка но мне нравится это сильвана на загрузочном экране на загрузочном экране и ну господи ну почему нельзя было все таки его как-нибудь растянуть под 16 на 9 сейчас это фотошопе в два клика делается кстати очень удобно все равно же все равно же близы апскейлили какие-то текстуры нейросетями лартамар с двумя глазами да да джайна возможно где-то там еще не посидевшие все как и 14 лет назад я до четырех дотерпел и спать пошел ну слушайте я тогда в первую ночь катаклизма о затонувший воин быстрей господи черт я я тогда в первую ночь катаклизма где-то успел до второй локации дойти вот примерно вот до где-то вот досюда что ли вот примерно там какие-то квесты были может быть был восемьдесят первой с половиной так так ладно давайте прибав в таком случае первый на сервере прославленный мастер горного дела интересно как там кто-то успел археолога взять так быстро и судя по всему не я один отвалился но и о боже смотрите на это сколько этих потонувших затонувших спасено и просто не скончаемым потоком идут ну ну видимо да не я один отвалился особенно потому что люди перезаходят и судя по этому потоку тонущих видимо все таки вернулись и сразу спасать так стоп а где вообще квест то ё-моё почему он вдруг пропал так мне кажется что конечно вот почему-то после того как мы перезашли верни после того как выкинула второй раз уже сбились настройки да уже слетела и автолут и спешивание и вот это вот все ребят я не шарю за воф тут что-то крутое произошло из-за чего подрубил ну старт аддона ничего такого старого аддона в принципе можно спать ну тут всегда как если старт аддона и хочешь спокойно поиграть лучше спать а утром поиграть если хочется быть в движухе так теперь надо не обосраться и сразу же забавлить уверенно подойти и забавлить нашего товарища тут помимо меня еще четверо людей да как что господи а на секунду в чат посмотрел а уже забавлили где-то он снизу был но такое ощущение будто он немного по-разному появляется то там то тут интересно побьет ли старт лича я не думаю а что там по онлайну на твиче я даже как-то забыл забыл замерять я посмотрим так категории категории 111 тысяч зрителей уфу вообще вообще не не она так еще раз проверим макрос никак вы не задонатить сразу ищем ищем нашу цель мне бывший тесть дабы бывший тесть максимальный уровень в пандарии на своем сервере он рейдер сначала классики крутой мужик да звучит как крутой мужик понимаете люди которые берут первый на сервере ну по крайней мере брали первый на сервер когда это еще было актуально у них все было очень четко рассчитано они хитро пробирались на вот серваки тестовые на которых аддон только гоняли находили там какой-то хитрый обуз потом всей своей вот гурьбой гильдейской неслись в эту точку с этим обузом и каким-то образом вот его делали то есть там например не помню в каком аддоне наверное как раз катаклизме отлично успели в катаклизме возможно нашли что там какие-то мобы у ссылка что ли давали много опыта и там можно было встать и фармить там была система в духе того что один чел которому вот делали первый на сервере моба отегал вне группы а остальные его рейдеры добивали эти цели и в итоге весь опыт получал он сейчас это уже не работает даже на классике подобная система но когда-то это работало так короче они там сидели вот фармили и таким образом быстро набивали 85 получаем первый на сервере и шли спать а потом дальше они рассказывали своему зятю крутую историю не могу пригласить члена другой группы так все прекрасно квест мы сделали ура первый квест из миллиарда у нас уже выполнен и мы заполнили целую одну полосочку а теперь полторы так предстоит очень много сделать поговори с главным тех кого ты спасала сделай все от себя зависящи и это генерал нас грим сила и часть такой тоже часто ой легионер видимо не повышен еще тоже часто мелькающий в сюжете персонаж эх да сегодня погибло немало хороших бойцов 8 кусков сочного храбьего мяса а вот теперь скорее всего нам надо перебендить обратно что мы там на бенделе так вот и аниме таргет оп поехали теперь надо искать это наги насколько я помню и крабы и наги и крабы нам нужны не гоблины подводные но подводных гоблинов тоже можно поубивать опыта ради так сочное мясо краба конечно на стартах блин это это не тот краб на стартах аддонов есть небольшая сложность с тем что ты делаешь со всеми квеста плюс-минус одинаково вот какой как ты освободился от этого ужасного квеста с тонущими чуваками и не ты один остальные уже тоже скорей всего переключились кто-то и рыщает ночной эльф налетчиков зинжатар уничтожено Б some sort Так, все хорошо. Почему-то, кстати, они не отображаются как квестовые мобы. Не знаю, влияние ли это аддонов или... Мне кажется, что вряд ли. Скорее всего, эти квесты, они как-то странно даже на актуале работают. Так что, несмотря на то, что они не отображаются, это те мобы, которые нам нужны. Скажите, пожалуйста, почему Ворк так поздно стримит? Потому что старт аддона. Но можете всякий раз заходить в Телеграм и там проверять, что происходит. Так, этого мы не успели тегнуть. Это бы успели. Кэш-пэни лучший класс, чтобы тегать. Я вообще, если честно, хотел бы в Катаклизме поиграть за дисциплин Преста. Потому что Децепт в Катаклизме достаточно уникальный. Они хилят за счет того, что дамажат. И это очень интересный концепт, который, конечно, потом Вове пытались сохранить, но не в том виде, в каком это было здесь. Здесь это прям, ну, максимально было вот так, как я описал. То есть, прям, дисциплин Прест мог нормальный такой дэмэдж выдавать. Не на уровне ДПСера, но неплохой, неплохой. При этом еще и хилить пати. И все это выглядело, как какая-то полноценная такая гибридная роль. Полу-дамагер и полу-хила. Я что-то не помню такого. Вроде ДЦ обычный. Нет, нет. Я помню, как я ходил по данжам Катаклизма и херачил карой этих мобов. И каким-нибудь там, наверное, священным огнем или чем-нибудь еще таким. Я дропнул за этого ДЦ, не хотел бить людей. О, боже мой. Так не обязательно скрывать свою жестокость. Если хочешь избить людей, бей. Но данж Вови хил при этом. Это важно. В итоге не норм хиллера, не норм дамагера. Ну, он был ДЦ, этот, мне кажется, именно под... У меня друг, прист в кате, закрывал в соло двух боссов в огненных просторах. Почти в актуале. Мне кажется, он был больше под пати, как будто бы, чем под рейд. Под рейд, наверное, все-таки холик был лучше. А вот непосредственно на пять человек проходить. Тем более, учитывая, насколько хиллы были поломаны в кате. В плане своей ущербности. То это был очень даже неплохой способ и хилить приемлемо, и при этом еще и пользу приносить, потому что ДПС-чек тоже очень сильно ролял. То есть проблема на хилле была в том, что садился по мане в нулину абсолютно, как правило, за бой. И чем быстрее бой закончится, тем лучше. Поэтому когда ты еще и дамажил, и при этом хилил, это очень спасало. Нормхилл. Я хилил ДЦФ ДД 8 ХМ. 8. Боже мой. Ну, я в основном только на прокатчике играл на престе, хилил рейды я на шамане, а потом я вообще на ДПС-сере играл. Я большую часть катаклизма, кроме души дракона, ну и душу дракона в том числе, просидел на дамагере. Мне почему-то захотелось именно посмотреть вот эту роль. Я играл на Охотники и на Разбойники тогда. Ну, на Охотники, потому что он мне в целом нравится, а Разбойник, потому что у него были клинки его вот эти вот легендарные, гневионские, классные. Мне хотелось их сделать. Почти это сделал. Почти. Вот. Но, тем не менее, закрыл уже вот хардмод. Смертокрыло я на холе-пале в итоге. То есть прям под самый конец все-таки опять вернулся к хилингу. Так, ладно, мы почти... О, краб. Спасибо. Привет. Привет. Как впечатление? Ээээ... Да и нормально пока. Сейчас. У меня что-то мне регенит ману. Ну, помимо гимна, надежды, по-моему, что-то ману регенит. Зато у меня ману даже на ШП начинает проседать. Мне кажется, я просто не очень эффективно использую спеллы. Так, вот, прикосновение вампира. Ага, от взрыва разума. Понял. То есть мне нужно кинуть прикосновение вампира, и потом взрыв разума. Серваки падали. Там непонятно, у Паули это сервак, или... или это... мы вылетели конкретно. Но там много людей вылетело, но не факт, что это был сервак. Так, у меня еще есть моя обилка важная, слово тьмы смерть. Читопомания, я действительно слился. Может быть, это тот самый зотоклизмовский опыт. Я хотел узнать ссылку на такая вера. Так, когда закончил, а я не успел спросить. Он еще был в чате. Знаю, что не любишь, когда у тебя упоминает других стримеров. Поэтому написал не в обиду. Чил, те, никто не банил. Ну, это типа профл был. Такс. Крабы, крабы. Нужны крабы. Что-то, короче, все-таки с этими квестами не то. Они не отображаются в интерфейсе игры вот эти мобы как мобы по квесту. То есть, ты, как правило, когда наводишь на мобы, тебе показывает, что это моб по квесту. Здесь не показывает. Но у меня есть ощущение, что и на актуале пример так же. Почему-то это очень глючные квесты. О, краб. Надо подождать. Брат, дай мне мою ману. Когда вы наносите до 10, я пока не могу 1% мана раз в... Так, это жрет ману, но не так много. Это жрет ману много. Это жрет очень много. Надо какую-то ротацию придумать. Квести поставь, он хорошо работает. Квести? Ну, у меня стоит. Просто я что-то... Не привык, что после катаклизма есть в нем необходимость какая-то острая. Так, квести... А, вот обновляет базу данных. Это заклинание еще не готово. Так, сейчас, секунду. Вот эту штуку, потом эту штуку. Надо подождать. Ох уж этот современный интернет. Не поймешь, кидает ли человек шутейку с пост-мега и мета-иронии, или он всерьез? Нет, нет. Там скорее так. Не поймешь, кидает ли человек пост-мета-иронию, или он дурак. Как правило. То есть... Под пост-мета-гипер-иронии скорее скрывается, как правило, какая-то полная чушь. По смыслу, чем что-то вменяемое. Легендарный сток озрелов на открытии ката. Блин, я не помню, сколько было на Лич Кинге. Надо ролик пересмотреть. Свой. Хо-хо, ЧСВ. Но... Ну, естественно, пик был на классике-классике. Потом, на удивление, Шедо Лэнс. А потом как-то все на спад потихонечку. Но Драгон Флайт все равно неплохо смотрел. Не сто тысяч. В этом проблема, что... А вот, через квести показывает, что это квестовый моб. И что надо, да, пользоваться квести, в том числе, видимо. Хотя интерфейс катаклизма должен это показывать и сам по себе. Короче, вот в момент, когда Близзы решили обновить Лич Кинг катаклизма, ну, во-первых, это было интригующе, то есть, сделают они это или все-таки остановятся, решили это сделать. Но вот, мне возможно, кажется, что вот онлайн на Твиче в какой-то степени показывает, что, может быть, катаклизму не настолько прям большой интерес, но это, опять же, онлайн такая косвенная данная, но других нет, чтобы это оценить. Так, аурча актуал тоже запуск стримить будет? Актуал, конечно. Актуал, так и вдвойне надо стримить. Так я не только стрим играть буду. Там, во-первых, и старт будет, намного проще. И квеститься будет легче. Ну и плюс, там в целом все будет в новинку, в диковинку. Здесь-то ладно, я уже это видел, но... лишний раз вспомнить. Слышь, ты у меня сейчас будет... Торг-макросы где-то используешь на ШП? Да нет, я только персонажа сегодня создал какие-то макросы. Как минимум в актуале. Что в ключах, что в рейдах. к ним все те же требования по тактикам, что и у ДД, но еще есть свои механики. Даже у танка нет столько ответственности. Уже бесконечный спор про роли. Я думаю, что вот как раз я и хотел в рамках одного ролика вкратце поговорить обо всем. Потому что, ну, типа, старт катаклизма, наверное, все-таки ролика отдельного не будет, потому что, ну, особо нечего. Тут ничего интересного, в смысле, в этом плане старт достаточно сухой прошел. В целом, все работает, все ок. Много людей относительно. Сколько слоев, не знаю, но вообще актуально какие-то новые волнт-бафы до сих пор ставить. Интересно. Сколько слоев, не знаю, но не думаю, что тоже дофига. Ну и плюс, понятное дело, замерять хайпа сейчас на руссерваках это в целом тяжеловато. Потому что оценить в полной мере это невозможно, потому что кто-то просто там не оплачивает подписку, потому что это неудобно или дорого или еще что. Кто-то ушел на Европу, потому что ему это кажется перспективней. Ну и т.д. и т.п. Да, худшего запуска не будет. Орк, я все понимаю, но все же когда сюжет в Dragonflight докуривать? Ну я думаю, вот Пандарио поиграем и переключимся. Наверное, все-таки я делю больше времени сейчас с ремиксом Пандарио, чем вот, например, старт у Катаклизма. Я бы поиграл, но опять же тяжело понять, где это сделать, может, нормально. посмотрите, я богат. В чем, что? Я не понял юмор, ты же здесь. По итогу нашел на него ссылку. Оказывается, есть отдельное приложение ВК видео, капли и простого ВК. в Гугле только его страницу на ВК выдавало. Боже. Я могу только порадоваться, ты 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 впервые гуглил? Что ж, я я помню свой первый гуглинг. Тогда это был Яндексинг в основном, потому что как-то гугл еще не хайповал, все Яндексом пользовались. Я тоже помню это такой, типа, что-то вбил Яндексами, что выводят какие-то сайты, и я такой, ничего себе, это та информация, которую я спрашивал, рамблилинг. Ну, нет, все-таки это был Яндексинг, хотя, мне кажется, что Яндексинг все-таки, наверное, но рамблилинг точно был тот же, но все-таки я думаю, Яндексинг. В общем, да, меня это тогда поразило, я такой, боже, любую информацию вот так вот можно найти, но я, естественно, стал искать самое важное, игры бесплатные, играть, играть игры, крутые игры, игры играть бесплатно. Вот. Сафаринг. Какой Сафаринг? Сафари, не поисковик. Сафаринг. Сафаринг. О, это я умею. Да что вам всем тут намазано? Мне последний краб остался. именно на этой точке они все снуют. Короче, вот, да, я думаю, что, наверное, все-таки, потому что с катаклизмом сейчас тяжело понять, как правильнее поступить, чтобы и, например, на стриме было удобно поиграть, и на русском поиграть, и, в принципе, чтобы не на мертвом сервере. вопрос, интересно, вот хроме в рандомной данже, у них с пламягором общий пул игроков или у них свой пул? Теоретически можно, например, на хроме общий, О, ну, в принципе, тогда можно на хроме пойти. Конечно, людей в мире будет мало, но хотя бы можно было и по данжам и ЛФРам попрыгать. Что, в принципе, ну, такая альтернатива. Неплохая. ЛФР, конечно, надо посмотреть, что там близзы писали. Я вообще офигел, я зашел, да, тут случайно подземельничкинг, рун на титанов, протокол альфа, протокол бета, протокол гамма, я такой, что это вообще значит? Что за протокол? Я что-то упустил. Так. Что-то все-таки в личкинге было не так, как тогда. Будем надеяться, это даст немного времени. Короче, вот, может быть, на хроме имеет смысл попробовать поиграть. это на продажу. Я какой-то палван поставил адзон, который должен показывать эквип. Типа, что у меня есть крутой эквип, который можно натянуть и прибавиться статов. Так, это что нахрен такое? почему у нас альянсовский друид? Это нищий аналог ключей с актуала. И как его читать? Типа, альфа, это какие-нибудь пятые ключи, бета, допустим, десятые, гамма, допустим, двадцатые? Это самолет на корабле. Так, кераса, кераса, это вроде с гоблинов с этих дурных. Так, хилл гоблин пландерерс. Не, непонятно только одно. Почему вдруг рест от экспи? Он же вроде должен как раз вот делать эти все классные кнопочки для быстрого таргета целей. Во многом потому я его и люблю использовать. Ну и вообще насрать. Может быть, может быть, что-нибудь релоднуть надо. Нет, ничего не изменилось. Та-та-та-та. В катаклизме по-прежнему не добавили еще дальность отрисовки неймплейтов в игре. То есть все еще надо подплыть на вот, на такое расстояние, видеть неймплейт. Вот так его не видно, вот так видно, вот так не видно, так видно. Это очень в классике напрягало по сравнению с актуальным волн. Нет, дальность все-таки есть. А, ну хорошо. Потому что в классике классике этого точно нет. И я на хардкоре с этим мучился. надо подождать. Так, ну и поехали. Короче, может быть на хроме поиграю. Тут, конечно, опять, что-то. ты чем вообще занимаешься? Я? Я? Мам. Прогрессивные парни сейчас сидят в Пандарии и пятером бьют линзы. Да я хочу быть с вами, прогрессивные парни. У вас так классно в Пандарии. Я думаю, мы завтра пойдем в ремикс Пандарии. так. Не знаю, правда, с Викой или без, потому что не могу все-таки понять ее заинтересованность. Мне кажется, же и капец как неинтересно. Так, скрипт сет севар на имплейт макс дистанс 41. Спасибо. Не знаю, зачем это забанили. Это сообщение. она теперь пропала у меня счет. Мудраторы. Что вы? Да я не вовер. Фланао. Я пока не могу прочитать это заглянание. Да блин, все время ротацию неправильно. Надо сначала прикосновить вампир, а потом бахнуть взрыв разума. Так, все. Фланао у нас квалифицировался на должность ночного модератора. Так, все, проверяй. вроде ввел. О, да, так намного лучше, спасибо. А скорее всего это где-то должно быть здесь. Мне кажется, где-то в настройках это было. Это было, но не работало. То есть в классике даже есть эта настройка, но она не работает. Там что ни вводи, оно все равно не будет. Продался! Я пока не могу прочитать это заглядание. Нет, не в первой. Угу. Надеюсь, ты или не находилась? ВВК давно не заходил. Думаю, из-за региона плохо гуглилась, так как первой страховой всегда выдавалась, когда гуси. Хорошего стрима... У вас гуси головного мозга. не переживайте, мы как раз работаем над массовой терапией, которая поможет в таком случае. Вот-вот. Это как раз тот случай, да, о котором мы говорили про эти постиронии. Что в итоге? Действительно нужна была какая-то ссылка или просто какой-то надо было трэш развести? Неожиданное здравствуйте. Неожиданное здравствуйте. Слово тьмы смерть. Что я не знаю, вот на самом деле, не знаю, как на хилах, но как будто бы вот на шпч-то мне манки-то не очень хватает. По ощущениям. Было бы у нас посвободнее, я бы мог бить моба за мобом, может быть, я бы даже и уже сел бы отпеваться в определенный момент. У нас большие зазоры между файтами, поэтому мана как-то сама там успевает подвосстановиться. Черт, он первый увидел, а я увидел здесь. Успеть, успеть, пока моб не согрался на того рыцаря смерти. продал каши 11 стритов. Было бы смешно. Флана будет один такой, знаете, на весь твич. Просто сидел бы один. Ну, Азман Голд видимо не впечатлился. Его я в списке не вижу. Ребят с классики всевозможных вижу, но они в принципе такие кочевые в плане, что на всех движухах присутствуют, как правило. так, слушайте, как-то даже и рассосалась тут потихонечку атмосфера. Уже, уже меньше людей. Намного. То ли они ускакали вперед, то ли они пошли спать, то ли они пришли в хиджал, что самое логичное. это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Вспомни, когда ты в актуале замечал, что у тебя мана кончается. Ну, в актуале это, может быть, это и редко происходит, а вот на классике классике, особенно, когда мы играли в хардкор, но даже там она так быстро не улетала. Короче, интересно все-таки вот если и копаться в катаклизме, то интересно все-таки посмотреть действительно вот эту систему маны, в каком она виде. Потому что действительно была проблема с маной на старте, но потом это все фиксилось со временем и проблем было меньше. О, тут квест я чуть не пропустил. Такс. надо подождать. А в хардкоре твой маг нежить жив. Он жив, но я за него не играл больше. Но он у меня стримовский, то есть я на нем играю на трансляциях, мы просто не стримили больше. Я в целом особо пока хардкор не поигрывал. Я просто из-за многочисленных вот этих вот разных заходов в этот хардкор так ни разу не дошел до 60-го и успел перегреться из-за того, что у меня один персонаж там 42-го вроде и примерно 6-7 где-то в районе 20-ых там уровней плюс сидят. и вот из-за этого количества этих персов я успел немножко зайти с ума. То есть возможно на одном лучше было бы сосредоточиться и все-таки его довести до ума, чем размениваться на кучу разных. Но очень хотелось попробовать поиграть на всяких классах. Ну и плюс там еще в Софе играли. Это тоже было отдельным челленджем и отдельным приключением. Что тебе нужно? нас грим, брат. 5 предметов оборудования Штормградского Smash. Вот это уже звучит как опасный квест. Здесь хоть и таверна, но двойной экспы не дают. Что тут якобы за квест отображается? Вперед! Сма сошли. Персонаж Софы. Ребят, ну чего он мертв? Что вы расстраиваетесь? Ой, боюсь, что вот этот квест я уже не смогу сегодня сделать. В этой логике можно утопить готовые сотейники? Я думаю, что можно. Если очень захотеть, то можно везде утопить гном. Смотрите, этот уже сделал квест на конька. Неужели он так быстро? Такой спидранер. А, ну это наверное друид. Скорее всего, во-первых, на своей этой форме проплыл. А во-вторых, ну просто может подфартило. Потому что он макросами затарился и побежал. Так, есть сундучок. Ой, мне не нравится. Нитры, его боже, как же мне не нравится. Хотя сейчас все и бббб всем пока. Орг, ты только вов, играешь допоздна куда спать. Нет, играю в хардстоун допоздна, но выйти вов иногда тоже. блин, скучаю по вашим сов и приключениям. Ну вот проблема классики хардкора только в одном. Для того, чтобы завершить один ран, то есть вот ты играешь в Хейдес и тебе, чтобы завершить один ран, нужно там 40 минут. Ты играешь в хардкор, тебе, чтобы завершить один ран, нужно 170 часов примерно. Немножко пугающая цифра. За 170 часов можно, и даже не знаю, какую игру нельзя пройти. Может Baldur's Gate не знаю, закрыть наверное на фул за 170 часов. Что тебе нужно? Даже спидранеры и то там 100 часов укладываются, не не е3. Ну хотя не сильно прямо выше шмотки. Ух, это знаменитая зеленка из нового аддона. 272 насколько я помню в Лич Кинге в CLK героике 264 шмотки или что-то типа того. Так, помните ли легионеру защитить. БГ3 на фул 208 у меня заняло. Ну вот не сильно больше. Ну короче, да, просто... А вы же понимаете, что за эти 170 часов ты еще и не должен умереть ни разу. Если умрешь, счетчик обнулится и надо заново. Вдруг что-то не так, вдруг дисконнект, вдруг какая еще херня и там, не знаю, на 150-м часу что-то произошло не так. И вот ты уже создаешь нового персонажа и следующие 170 часов готовишь. Ну короче, такой челлендж. Интересный, но очень по времени долгий прям. И какой-то внешний фактор такой достаточно велик. То есть даже у меня за мои приключения на маге все-таки один раз дисконнект, но случился прям во время боя и чудом мы успели перезайти и на последних хп убежать прочь. И не умереть. Это там 11 хп оставался или что-то типа того. в момент последнего удара. Да-да, или ты случайно будешь проходить и мимо какой-нибудь патруль Альянса пробежит. Гардов Альянса и ну все. Если ты от него не успел свалить и вовремя не подсуетился на респаун Ну короче классик Артур очень классный был экспириенс прям очень классный Я очень сильно кайфанул тогда для меня прям вов с другой перспективой открылся А нет желания с Софой еще в какую-нибудь мошку прогуляться например Тейсоу Ну явно не Fallout 76 все-таки я в нем разочаровался Ой Ой Так а вот и квесты на Сияние Рассвета бегает Закрыли героик Талич Кинг это своего 25 очки Так вот Fallout 76 очень неудобная игра максимально прям некомфортно в нее играть из-за этого как в ММО и тем более с кем-то Здравствуй Путник Не знаю насколько к этому ТСО предрасположено Береги себя Ну куда-нибудь еще прогуляться можно было бы Ну нужна игра где я бы в Латро на самом деле залетел очень хочется Латро все-таки как-то поприцельнее поизучать но там были в свое время разговоры что что Латро все-таки там будет ремастер новый графон вся хурма но потом они бах и отказались от этой идеи и я расстроился на лоды ну в лоды мы тогда поиграли что уж тут мы и докачались даже в лодах и в принципе до хай-левела добрались немножко даже какой-то кусок хай-левельного контента зацепили Морская черепаха оседл а вот у нас как раз идут сейчас квесты на поиск маунта сейчас нам нужно найти черепаху kill the shield лизерин елс о вот черепаха и ее украли у нас с подноса вот еще одна черепаха и ее украли у нас из-под носа черепаха уже альянсовская ну короче володы прикольно играть но душно не нереально душно это как играть примерно в классику но только только это все равно не классика а лоды это заклинание еще не готово где по данжам не побегаешь надо подождать я пока не могу прочитать по квестам охренеешь даже экспу не пообуз там какой-то был обуз экспы который мы использовали чтобы быстрее володах качаться и даже его понерфили не не пандария топ аркадий и бамбуков не в пандарию по-любому вернемся я думаю мы пройдем всю доберемся до хайл о вот наконец-то мы поняли что черепаха отвратительный маунт и поэтому сейчас возьмем какого-нибудь нормального морской конек без так здесь надо вроде кинуть веревку так ждем ждем это наш это наш что-то подплыл это наш и ваш это наш ваш вот морского конька вот теперь это наш до конца года обещали многоядерность завести да они это обещали еще когда у них был нереально хайповый период просто максимально вот в который можно было подсуетиться и это все похерено к сожалению я тогда был так рад за лоды вот именно подписочные и так хотелось чтобы это все не испарилось но испарилось арчи ну короче второй раз молода я бы не хотел еще раз инсты в кате идут все как в старые добрые звездочка валкек звездочка блин а чё а я видимо в данж встал но и за вылета меня выкинула я пока не могу прочитать это заглянание я просто не очень не хочу честно хила пересаживаться у меня во-первых ничего не настроено во-вторых я вообще не помню как на пристехе или ну если взять дц спек то надо ходить и дамажить всех можно ради рофла так вышит интеллект когда персонаж находится в бою и ума она восполняется за счет духа с интересы это да эффективность всех ваших поглощающих урон заклина на 36 процентов ну что раскидать таланты и взять дисциплин 300 так мавинт поздравляем конек не понимаю откуда эти ошибки вылезают постоянно все у нас есть маунт для передвижения по вайширу теперь можно здесь как нормальный человек ощущать в скобочках орг как настроение когда ты последний раз чего-то боялся согласен только я помню я в 264 из целка еле выхиливал данжи катаклизм в зеленке из повышения персонажа так во-первых поглощение урон от магии я думаю точно нам нужно после произнесения заклинаний кары священогония или пытка разума на вас накладывается приверженность суммируется до 5 раз я думаю да количество от урона бонус скорости передвижения так слой сил щит вот эту штуку берем архангел установит один процент максимальный запас суммана хорошо повышая скорость применения нанося урон с помощью заклинаний кары или священный огонь вы также восстанавливаете находящемуся рядом раненому союзнику в радиусе 15 метров от цели здоровья в количестве 50 процентов отнесенного урона если жрец исцеляет с помощью искупления вины себя самого да то количество хп вот тот самый талант который нам позволяет хилится хилится так ну придание сил это надо критический целебный эффект заклинаний быстро исцеление надо было бы по-хорошему сделать чтобы удержать аудиторию сейчас секунду затраты маны на исцеление т т т ну тоже хорош кд пока пока оставим так вот это хорошо 22 процента урона поглощен заклинанием отражения максимальное количество урона вы моментально исполните 2 процента своего максимального запаса маны хорош штука так время действия наложенного на него эффект ослабленная душа а это надо это надо это щит быстрее можно повесить эффект ваших лечащих заклинаний молитвы исцеления щит поглощающий урон велико исцеление внутреннее сосредоточение внутристо средоточить надо вспомнить что-то а это вот это как раз кдшка слышь ты у меня сейчас будешь на еще исповедь так делать алоды всегда ассоциируется с гарпиями помню в банке сидели кп максимальный запас здоровья или крит урон это пвп быстрое исцеление лично устанавливаем цели так хорошо оно добьем вот этот талантик так насколько я помню исповедь вроде мгновенная же блин внутренне сосредоточение как будто же надо я бы взял вот это всякий количество здоровья восстанавливаемое время произнесения заклинаний кара это надо обязательно взял бы вот это для сейвов зубы зубы разве они так работали снижает угрозу и уменьшает получаемый весь а да зубы зубы это база зубы надо сойдет зубы для словаков зубы взял все что что вы зубы зубы нужны важны у меня по-прежнему аддонов нет для хила так архангел максимальный запас маны не помню этот спелл так кстати ауешка у престов появилась наконец-то ушеду который дамажит всех вокруг цели зубы 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 значит мы бьем освященным огнем точно мы бьем исповедью мы фигачим щиты мы фигачим кару взрыв разума нам не нужен может и нужен но не для данжей я пока не могу прочитать это заклинание сейчас как раз очередь за шипе найдется пока и так и не пойдем на хиле слово силы барьер кдшечка так еще детьми восполняет ману это нам тоже нужно даже на дисциплин крест крест спасибо так ладно архангелы этого забиндели предание сил куда-нибудь тоже надо бы что-нибудь еще что-нибудь еще все остальное это для этих уже для аддона кольцо света может не знаю сколько это поможет нам но как будто вряд ли поможет кара кара 500 маны стоит капец так ладно вроде у меня хилбот есть чтобы быстренько настроить и посмотреть черт возьми сегодня же будни вы видели время класс и вот не работает скорее всего там какая-нибудь старая версия конфликтует с чем-нибудь пойду посмотрю всего полуседьмого утра норм квесте кстати обновили хилбот переустановим просто хилбот кварц даже кварц что-то глючит вот проблема конечно всех классик классик что у меня аддоны качуют из аддона в аддон модификации в смысле и из-за этого все время что-нибудь где-нибудь поломается старые файлы дропс вофа ха-ха-ха кстати что за них дают что-нибудь крутое сейчас я удалю нахрен этот хилбот так классик интерфейс аддон к чертям снесу полностью и отключить какой-то вроде глаз корчик как думаешь а будет реран дренора не уверен не знаю что-то ну фиг его знает как по показателям близов там себя покажет катаклизм но не знаю вот по твичу если замерять то как будто бы прям не то чтобы какой-то безумный интерес поэтому может быть что все-таки после трилогии классической интерес снизился так эээ this undone might be corrupt конечно так что теперь теперь на чат аддон слетел а теперь вообще все аддоны вырубились херам собачьим потому что я нажал отключить но думал он только хилбот отключит мне что-то не заводится вообще не хочет ни в какую надо надо опять дропать какие-нибудь папки втф вот это вот все хилбот для слабых нет это просто удобный аддон все можно конечно настроить клик можно настроить вуду можно настроить клик с гридом можно настроить кучу всего а можно бахнуть хилбот если вот прям ну здесь и сейчас надо так что я там навключал то когда они сделают возможность бахать одной кнопкой все модули аддона так брат пост павн квест рекаунтер ст пишет юнит фреймс том том пикауры хилиум лучше как по мне кстати не пробовал я в свое время очень тащился с вуду не клипуйте вот но очень долго надо настраивать вот прям под себя сделать красоту но зато потом так ладно навернул некий хилиум сейчас у меня квеста прогрузят свои модули и что потом произошло ну потом как всегда какой-нибудь вышел аддон все надо было перенастраивать я пересел на другую роль забил хер потом вообще уже на другом персонаже что-нибудь там хилил поэтому все все было неактуально надо было перенастроить заново и был лень и я забил хер так но успел а это для хилер хилер для клик кликеров типа интересный концепт я просто здесь могу нажимать спеллы и все странная фигня но допустим быстрое исцеление исцеление конечно же как базу конечно же щит такого я не видел молитва исцеления вот все эти молитвы это чисто холиковская история но может быть на дц это тоже юзабельно в катаклизме здесь я уже не вспомню вот обновление скорее всего нахер не нужно потому что ману будет жрать в основном я думаю надо будет фигачить исцелением и сильным исцелением хотя как будто даже и сильным не надо просто исцелением что-то так веселый посмешил так где он где его настройщики хеллиум фиг панель шоумана класс колорс поддержка клика ну вот ну вот слава богу спасибо большое ну вот черт не успел профессионально настроить придется на шп идти то есть он не поддерживает клик сам по себе он поддерживает ну то есть вот вот это функционал основной а как мне нахер забиндить эти сейвы всевозможные черт ой блин у меня даже символов нет ё-моё подготовка уровень бог ну а шо шо это все blizzard виноват разве я виноват им просто нужно было еще увидимся нужно было вместе с купленным персом добавлять все-таки символы и прочие штуки так ага шп класс а я без маны недостаточно маны есть что-нибудь попить вообще респект к сожалению из классических времен сжирает всю ману актуаль это респект вот есть водич есть еда какая-то надо попить так ну что ж первый данж в нем есть тактика по крайней мере на боссе с наковальней очень важно не обосраться еще важно всем дать бафы ребята всем бафы от приста так этим мы должны выстоять ману я вообще блодельф могу ману сжигать вернее воровать господи боже уход в тень еще еще не не готов я пока не могу прочитать это загляд ой вспомнить как все это волшебный поток это просто не мота а где фигня которая ману жжет о боже это уже босс твою мать здесь надо ковы фигачить это самое важное и да о боже челы реально шарят они даже поставили купол господи гений гений на хиллерах проблема в том что сейчас обосрёмся надо же отбежать уходим нахер сейчас долбанет так не достаю слишком далеко все восстановим ману этим нашим пэтом у меня нет цели ладно благодаря великой группе мы справились и не едем естественно после этого синьку теперь и так получай синьку наш хил с роллом 100 ну слушайте для я думаю он заслужил он молодец даже сейфа бил поставил но обидно разбить все раз пока все сделает мы чисто походим так начинался про взлет крипты что в твоем посту в тг прочитал что в час ночи стартуешь капитализм ну да он уже был сейчас уже капитализм не в моде мы вернулись к другим нюансам так здесь буквально можно ничего не делать этот раз все 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 сам нам организует можно просто ходить за ним и ждать пока ман крестница я пока попью ай твою мать раз можешь танчить получше все я буду господи это эффект игрушки хотя уже злом всех бить так ладно первую синьку мы просрали это печально это печально это конечно печально надо подождать надо ауешку престов затестить она очень крутая должна быть но но надо много целей много целей да так странно это выглядело в катаклизме действительно но это было удобно че уж тут наконец-то можно было эти все квесты брать и сдавать на ходу и не париться о боже мой за ваши вторжения вспомнить бы че здесь надо делать вроде никто не бьет адов поэтому пока и мы не будем а они по-моему какие-то лазеры перекрывают что-то такое эти лучи будет я думаю я думаю здесь рейдеры целка поэтому господи я меньше хила дамажу что-то какое-то ничего страшного кстати хил как раз вот тот самый дц который дамажит сила выносливость мне говорит аддон бери бери забирай это же ащет топ это тебя так усилит я не хочу меня кикули хила хоть перепьешь да блин тут все рейдеры целка сто пудов я в зелени 232 так вспоминаем что нужно было бегать до входа так уже все ливнул танк ливнул о боже точно здесь же такой ужасный вход хата экспириенс пошел не ну в принципе шли бодренько просто я не знаю что они психанули мы буквально просто сагрили какой-то пак как будто это даже я был ух твою мать самое сложное так это вообще они уверены что нам сюда нам же не сюда вообще куда он меня увел этот танк сейчас вспомнить над эти вход в этот данж все еще не туда блин мое господи нет все-таки по цепи точно вам говорю точно говорю по цепи нет не по этой что ли цепи не господи заблудшие души холст масло цепь 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 вот цепь нашел цепь нужная цепь походу вот она все хорошо все хорошо я так и планировал вот по цепи по другу господи дворфу между ног не самое лучшее существо но что надо сделать теперь вопрос налево или направо как будто бы сюда камень встреч там где-то находится значит все-таки сюда черная гора пещера черной горы нашел господи как долго бежать ох давно я этого не делал айс вентурон узнали отсылку узнали согласны я же ему вроде сдал квест или там просто босс файт запустился и не не принялось это квест на археологию я ее не взял потому что я вообще не взял профессии потому что потому что что у меня профессии когда я успею прокачать айс кьюбу кайс айс бэйби ребят ну айс вентурон ну вы что кто это айс вентурон блин отвратительно конечно аддон выглядит этот если я закрою о господи мне кажется я уже не открою шоу хайт феймс шоу партия блин его бы сворачивать вот было бы хорошо нажал ой 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 так патрули да о это как будто бы и мне хорошо это кольцо сойдет так вот патрули давайте посмотрим вот маг круто дамажит 264 251 короче кроме оружия он видимо уже просто поменял на катаклизм русский мне нужна цель ну такой целкашный маг не сказать что прям омега хардкорщик но хотя бы за баджи что-то купил или даже геройки позакрывал зеленку не дают чел впервые на старте аддона так все кейс тимау ешку приста я пока не могу прочитать это загляд ну слушайте я пока не могу прочитать это господь боже вот что все сводить в кучу заливать аое и так и проносить 10 паков собрал ты крутой не собрал ты лох кикаем тебя а вот в катаклизме на старте это очень большой проблем был тут не то что нельзя несколько паков пулить тут и в рамках одного пака порой какой-то контроль нужен и прочее у них опять бежать пуков палить так это тут даже один было опасно пулить так я что-то задумался и теперь я туда бегу все-таки наверное да нет блин где-то опять повернул мой труп нет все-таки все это скам он повелся на скам черт ненавижу и вход в марадон легче найти это не тот данж а нет тот все до ненавижу включение теперь выясняют кто спулил тот пак ну хп у всех большое не не в зеленке какой-то а это еще 81 уже всех уеха побольше чем у танка но с принципу у всех хп побольше чем у танка кроме меня да да зуламан и зулгар вспомнились вот там паки были жесть зуламан и зулгар были попозже по-моему хотя мне кажется они вроде не со старта были а может и со старта приз где баф но у нас есть уже приз хороший отличие от меня короче наш наша судейская коллегия пришла к выводу что всех спулил хант с другой стороны вове иначе не бывает если происходит выпал лишнего пака то конечно же хант кто еще аддоны меняются суть остается прежней теперь мне надо не спулить это все если ханта нет тогда уже сложности конечно наступают ледовит и клинок это нам не надо надо подождать это нам надо подождать так все баф хп еще не готовы 41 тысячи хп у мага господи боже мне кажется он втопил в этот хит жал просто со старта нет не со старта отдельный патч вот мне кажется что да какой-то был отдельный патч я пока не могу прочитать вот зуламан и зулгуруб а вот именно на старте ну тут в принципе да любой данж вызывал проблемы это вроде как еще самый простой из всех но все еще сложнее чем любой ильичовский кроме разве что вот хантиям из шарона ну тут есть расы он бить так тьма увеличивает урон закляем взрыв разум и пронзание разума что такое пронзание разума у меня есть такой спелл вообще а нет он будет попозже слава богу на 81 первом так вот это уже наверно пока что самый сложный данж самый сложный босс как правило здесь во-первых аккуратненько все надо зачистить во-вторых здесь очень интересная механика которая ну я не помню что применялось еще где-то брат давай давай брат я все до него повешал брат 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 мне больно брат я умираю брат спасибо приз брат в общем здесь в чем суть босс он настакивает на себе броню и чем на нем больше брони тем меньше урона и порой этот урон вообще там в 90% уменьшается и для того чтобы ему эту броню снимать его надо проводить через вот этот поток магмы который там течет но проблема в том что когда его проводишь через поток магмы он херачит ауешкой по всей группе очень больно и нужно держать баланс между тем чтобы снимать ему броню и том что всем нахер не вайпнуть потому что хил обосрется от страха просто когда увидят этот урон любимый стример как долго еще планируется покорять данжи или этот последний я думаю это последний сегодня вряд ли мы с дюжем еще данжи есть ощущение что мы и с этим то просидим вот здесь очень важно что танк знал что делать и не чудил так сейчас на нем 99% уменьшения урона сейчас мы ему подплавили эту броню это всех продамажило так я восстанавливаю ману обновляю ну ну да все пока хорошо господи я не могу передамажить чертовы хиллера ну что такое то я пока не могу прочитать это заглянание да господи во что он одет фулл сет героика ссылка с 308 посохом ядрить это вообще откуда он такой взял надо подождать раз гном человек жесть если хиллер приз то у него пдпс нет у него все таки дпс не такой жесткий у него хороший дпс на дисциплине присте но чистая дд его понятно дело спокойно передамажит я только вот на его уровне смог плюс минус продамажить потому что он фул эпик нахрен гир героический из ссылка у него даже 277 есть шмотки ну ладно там не героический ссылка как минимум 25 ссылка он закрыл и все из него фулл сет еще и вынес фулл сет правда я не знаю на кого на какой спек надо посмотреть мне нужна цель ну и плюс я еще забыл про слово тьмы смерть так сет на на дц шмотка лучше моей в два раза по аддону если судить ну так 277 из геры но у него не все 277 у него 264 в перебивку на 277 25 героев да то есть как минимум какую-то часть героика они закрывали надо подождать на ядрить когда-нибудь танк передамажим так вот сейчас есть хорошая возможность разлить мое аое классное аое сожрет всю мою ману но зато мы о боже господи как я сорвал агро если цель которую я выбираю для ое не получает урон получают цели вокруг нее большой меч вообще ничего пока не падает на пристану вернее то что падает было украдено вот он забрал вот шмотку а ему она даже ну как она может нужна потом будет но пока у него куски сета ему она нафиг не нужна мог бы и мог бы и не жадничать дота раскидал все хорошо так там босс по-моему несложный надо просто паки зачистить паки сложнее не этот этот вообще вроде окейный вот здесь какой-то трэш с трэшем бобик бедный бобик так ну паки это твоя фишка мне кажется очень сильное добавили ауе в катаклизме шаману вот это землетрясение у него конечно такой странный эффект что я думал что у меня игра глючит когда этот эффект появился это чертова блин цилиндрическая лужа плоская нафиг ну вернее даже какой-то толстый диск как будто я не знаю как это писать которую скачет по земле блин его надо добивать сломать мыс иначе я себя дамажу так мы ада то не убили я пока не могу прочитать это загляд они это конечно печально надо подождать ой это получил такого питомца времена каты не помню я только помню что маунта такого выдавали на какое-то двадцатилетие до какое-нибудь десятилетие вовы или пятнадцатилетие так ролить шмотку с духом вроде как вроде как позорно но маг ее тоже ролят и я буду ролить выиграл маг что ж наш день ну на удивление в принципе хорошо идем не считая того выпула но этот выпал показал нам что все-таки паки не стоит недооценивать какая-то еще есть адовая жопа с паками в данжи который в подземье я не помню как он зовется где милхаус мана шторм превосходный потом с паками какая-то беда усините как блин все-таки наяривает этот дц пускай у него и дохрена крутой шмот но он еще хилил конечно пришлось из этого выйти из облика что происходит а раз прибежал а точно он тут зачищает паки аркаш да попросить можно получить нельзя попросить всегда пожалуйста так жилет лучше для мужчины нет так ну что ж хант оделся танк тоже прист что-то выролил маг выролил кто сидит без шмоток кто-то остался в этой группе кто не получил шмоток знаю как хорошо походу этого ешка вообще не работает здесь день обсидия я не помню что тут надо делать будем дамажить босса что тут надо делать вы бесполезны челы натурально нас сравнивает с водой и говорит что мы бесполезны потому что воде можно придать любую форму я слышу и больший бред бедный раз кстати погиб и две латные шмотки для нашего танка напомните кто не получил ничего за данж а почему мне этот квест не дало е-мое я по квесту получил бы шмотки ах ты паскуда гц гц что гц да что вы не мне гц мне даткать танка зачем тебе это рукавицы латы дух интеллект ночью кому а кому охотник конечно себе не людям гц за ачивку спасибо блин я боюсь я бы наверное возможно не выхилил бы если бы все-таки взял dc кажется моем шмоте максимум в холике можно попробовать выхилить вот в dc будет проблема так ну ладно все я думаю на сегодня в прервемся уже посмотрели открытие сделали выводы катаклизм стартовал вполне спокойно по сравнению со всем что было раньше из классических дополнений ну bk в принципе тоже относительно спокойно стартанул хотя на пламя горе там были нюансы так на лече сломался корабль ну в классике классике вообще хаос был так что в целом в целом спокойный старт относительно нормальный вот ну чуть-чуть освежили память данжик хорошо пронесли но в принципе это самый простой данж вот если мы в айшировский данж попали вот здесь было бы интересно я думаю что люди уже сейчас наверное разобрались с тактиками катаклизм они далеко не настолько адовые как кажется те кто всякие ключи делают им вообще это просто забей спасибо вам что пришли сегодня на три стрима которые у нас были у вас был вов ремикс с хардстоуном у нас был реакт на на уме но очень странное шоу которое подорвало мою мое чувство позитива и у нас был катаклизм хух ну что ж про лес тогда единственно кто сейчас еще стриме это макич сидите у него если вам спать лень и завтра увидимся вот скорее всего опять в пандаре ну и реакт понят дела у нас тоже будет пока 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 спасибо большое что пришли с новым старым аддоном со старым новым аддоном в общем всего хорошего что передать передайте капитализм или катаклизм пока пока